Бездонные глубины океана полны тайн и загадок. В них могут скрываться огромные морские существа, которые могут потрясти ваше воображение. Так что хватайте свои акваланги и мы ныряем прямо в чрево глубокого таинственного моря, чтобы найти самых больших морских монстров в мире. Обязательно оставайтесь до конца видео, чтобы узнать больше о морских чудовищах. Сейчас мы поговорим о великолепном синем ките. С самого рождения детеныш синего кита превосходит некоторых крупных животных, которых мы знаем. Детеныш синего кита также известен как одно из самых быстро растущих животных, прибавляющих около 90 кг в сутки. Взрослые киты вырастают в длину до 33 метров при массе порядка 150 тонн. Когда кит находится в воде, то его спина кажется синей, отчего и получил свое название этот монстр. Интересно то, что глотка синих китов всего 20 см в диаметре. Они не могут проглотить крупную добычу, и что самое приятное, они не могут проглотить человека. Несмотря на это, были случаи, когда синий кит случайно проглатывал человека. Большинство было выплюнуто почти сразу, хотя не без нескольких синяков. Китовая акула. Это двусмысленное название, так как они акулы. Мы классифицируем их как рыб, потому что киты млекопитающие. Средние китовые акулы достигают 10 метров, но, как известно, они вырастают до 14 метров в длину и весят до 19 тонн. С этими числами китовые акулы легко затмевают большую белую акулу. Даже если китовые акулы не привлекают столько внимания, каких кузены большие белые, вероятно потому, что они не хищные акулы. Это массивные морские монстры, питающиеся в основном супами с планктона и смесью морепродуктов из кальмаров и мелкой рыбы. Большая белая акула является самой крупной хищной рыбой. Неудивительно, что большая белая акула имеет свирепую репутацию жестокого убийцы, хотя и не такого крупного, как китовая акула. Крупные белые акулы – самые популярные виды акул, вырастающие до 7 метров в длину и весящие до 2 тонн. По оценкам, их масса составляет 2,5 тонны. Эти акулы очень ловкие пловцы благодаря своим торпедообразным телам. Они могут быстро перемещаться по воде. Их массивное тело достигает максимальной скорости более 55 км в час. Впечатляет, как они могут внезапно повернуть на большой скорости. Вооруженные приместами острыми, как бритва зубами, эти акулы могут разорвать свою добычу на части за считанные секунды. Их зубы настолько острые, что они не используют их для жевания. Вместо этого они отрывают кусочки размером с рот, которые они глотают целиком. Хотя человеческая плоть не является деликатесом в меню акулы, известно, что большие белые акулы несут ответственность за несколько неспровоцированных нападений на людей. Легендарный кракен, возможно, самое большое морское чудовище, которое когда-либо воображало человечество. Это мифическое существо из скандинавских сказок. Этого гигантского зверя в море никогда не видели, и его существование, следовательно, не может быть доказано. Тем не менее, монстр, предположительно, был помесью двух головоногих моллюсков, вероятно, кальмара и тихоокеанского осьминога. Разговоры о кракене шли среди большинства моряков. Его боялись из-за его жестокости. Он был ужасающим морским чудовищем, разрушающим большие корабли и утаскивающим их своими гигантскими щупальцами в глубины моря. Все сказки уходят корнями в древний фольклор. Некоторые люди действительно верят, что такое существо могло существовать в реальной жизни. Есть свидетельство о гигантском кальмаре в 13 метров. Благодаря этому легенда о кракене будет жить еще долго. Легендарного лохнесского чудовища часто представляют как длинношею морскую рептилию с огромным телом и четырьмя ластами. Считается, что лохнесское чудовище – это вымерший миллион лет назад плезиозавр. Такова наиболее распространенная версия происхождения загадочного монстра Несси. По словам сторонников данной теории, плезиозавр попал в ловушку после того, как в результате тектонического движения, суша приподнялась и часть доисторического моря образовалась в озеро. Однако вероятность того, что одна особь может прожить хотя бы несколько столетий, довольно мала. В связи с этим, популяция загадочного монстра должна была насчитывать несколько десятков особей, для того чтобы иметь возможность размножаться. Самая большая морская рептилия принадлежала к отряду, известному как Астория, что переводится как «рептилия-рыба». Эти огромные морские рептилии впервые появились около 250 миллионов лет назад и вымерли 90 миллионов лет назад. Как полагают, они были до 26 метров в длину почти размером синего кита. У них были массивные тела, которые были хорошо адаптированы для жизни в океане. Очертания их тела напоминали дельфина и рыбы меч, что делало их быстрыми пловцами. Очевидно, что эти морские рептилии были плотоядными животными. Они, безусловно, поедали мелких морских рептилий, таких как мозазавры. Без сомнения, это были свирепые хищники. Они превращали акулу в пищу для других хищников своего времени. Когда ученый из Национального управления океанических и атмосферных исследователей НОА уловил звуки из южной части Тихого океана с помощью специальных гидрофонов, это был самый громкий звук, когда-либо записанный в водах. Таинственный водный звук был настолько громким, что его можно было услышать на расстоянии 4800 метров. Из-за сходства звука с характерными звуковыми частотами, которые, как известно, производятся морскими животными, бывший директор НОА предположил, что звук произошел от какого-то животного в глубоком океане. Его предположения оставили много вопросов без ответа. Но одно можно было сказать наверняка. Если бы звук исходил от гигантского неизвестного существа на дне океана, он должен был быть примерно в три раза больше синего кита. Его звук может быть услышан на расстоянии 1600 метров. Никто не знает, откуда пришел этот громкий звук, но вполне возможно, что он исходил от морского монстра, намного большего и страшного, чем синий кит или мегалодон. Мегалодон – один из самых крупных хищников, которые когда-либо жили. И хотя это вымерший вид, он все еще жив в воображении людей. Мегалодон питался в основном более крупной добычей, такой как китовые акулы и крупная рыба. Но это не значит, что он не охотился на более мелких животных, таких как дельфины. К счастью, мегалодоны больше не существуют. Если бы они все еще жили в океане, мы бы уже получили сообщение, что нам лучше молиться, чтобы в глубинах был аквамен, который бы избавил нас от этого морского чудовища. Итак, мы дошли до конца видео, но мы будем рады видеть вас снова. Если вы нажмете на кнопку подписки, мы всегда будем уведомлять вас, когда появится такое же фантастическое видео, как это. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok